Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире темы дня. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня с вами ведущая Наталья Федорова. Также хочу напомнить, чтобы вы не забывали задавать свои вопросы по теме сегодняшней, которые мы будем обсуждать по телефону 48 22 300 190. И еще будет вопрос у нас сегодня на голосовании, готовы ли вы сдавать ГТО, да или нет. Не стесняйся, задавайте вопросы. Итак, сегодня мы будем обсуждать очень известную и любимую тему многих, тему спорта. Она актуальна в наше время и будет актуальна. Спорт смотрят, им занимаются, его любят, любили и будут любить, как говорится. Также спорт помогает формировать правильные ориентиры в жизни, ставить цели и добиваться их. Итак, давайте сейчас мы начнем наш разговор. Я познакомлю вас с сегодняшними гостями. Сегодня у нас в гостях Богдан Витальевич Пищальников. Это олимпийский российский легкоатлет, специализирующий в метании диска. Участник двух олимпиад, семикратный чемпион России, мастер спорта России международного класса и директор школы Олимпийского резерва номер 2. Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья. Очень приятно. Спасибо за представление. Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Итак, следующий гость это Крупнов Дмитрий Андреевич, тренер шор по футболу. И еще один замечательный гость сегодня у нас это Кириллова Наталья Викторовна. Здравствуйте! Мастер спорта по художественной гимнастике, тренер высшей категории, а также спортивно-олимпийской школы Олимпийского резерва номер 2. Спасибо большое, что пришли. Итак, начнем сегодня с темы спорта, довольно с актуальной темы. Вспомним, что в СССР все-таки был развито массовый спорт, были веселые старты, традиции, в общем, люди массово выходили, занимались спортом. Был знаменитый конкурс ГТО, он был очень актуален, развит. И вот вопрос все-таки сейчас, это все так же массовый спорт набирает массы, или все-таки он как-то отошел на другой план, что люди покупают абонементы в спортзалы, все-таки как-то платят за спорт. Как вы это считаете, Наталья? Ну, почему? Сейчас тоже очень много оказывается внимания спорту. Об этом говорят мероприятия, которые проводятся в России. Это и Лыжня России, и Кросснации, и те же нормативы ГТО, которые дети с удовольствием участвуют. Есть также папа, мама, я, спортивная семья комплекса ГТО. Вот в этом году мы участвовали, наше отделение художественной гимнастики, выступили достаточно успешно. В области собралось порядка 50 семей. То есть конкурс это популярный, что самое приятное, что и родители, и дети поддержали эту идею. Есть у них в планах участвовать и на следующий год. То есть это мероприятие было для всех очень запоминающимся, было прекрасно организовано. То есть сейчас до сих пор это все актуально, не ушло на второй план? Да, и те, кто хотят, кто готов себя проявить, их всегда ждут с большим удовольствием. Богдана, вы как считаете? Все верно, Наталья Викторовна сказала. Дети с удовольствием участвуют. Я могу сказать то, что даже в тех мероприятиях, когда участвуют самые маленькие, допустим, под эгидой Олимпийского комитета и Олимпийского совета Тверской области проходят соревнования. День зимних видов спорта, Всероссийский олимпийский день, День ходьбы. Очень много участников в детских садах. И если бы не пандемия, которая внесла свои корректировки, там также бы проводились соревнования в эти дни, как папа и ребенок, папа и сын, папа или дочь. Когда приглашаются родители и вместе с детьми участвуют в мероприятиях. Потому что, прежде всего, это наглядный пример, когда ребенок видит, что его родители занимаются и сам в этом участвует. Плюс еще это сплочение семьи, семейных отношений. И вот такие мероприятия, они довольно-таки часто проводятся. И Олимпийский совет Тверской области, и школы, все стараются помогать. Поэтому сказать такого, что сейчас стало намного меньше спортивных каких-то мероприятий, я бы не сказал. Мне кажется, что... То есть все равно популяризация спорта, мам, папа, я, это все есть, это все актуально. А вот по поводу ГТО, Дмитрий, что вы считаете, до сих пор это актуально? Или все-таки вот как-то школьники не проходят, не хотят получить этот заветный значок? Ну, сейчас мы сдаем, вот недавно буквально сдавали несколько видов легкоатлетику как раз в футбольной школе. Ребята сдают, особенно маленькие дети очень довольны. А как вы думаете, вот почему вот сейчас вот до сих пор это вот актуально? Вот школьники идут, все равно получают значок этот заветный. Ну, все равно какая-то есть, у детей какие-то есть амбиции, если так можно сказать. Вот, то есть им тоже интересно посоревноваться между собой. Вот, то есть они там даже вот наблюдаешь за ними, как они сдают, там прям там напрягаются все, очень хотят быть выше друг друга, да, там. Вот, поэтому также разговаривая с детьми именно с футбольной школы, да, они также говорят, что и в общеобразовательных школах с удовольствием они также ходят, сдают. И также родители привлекают к этому. То есть за счет детей иногда и родители где-то, может, ленятся, а ребенок какой-то толчок дает, и родители тоже идут, и сдают тоже, им тоже интересно. Еще хотелось бы добавить, что значок ГТО при поступлении в высшее учебное заведение дает же дополнительные баллы. Поэтому старшие вот девочки у нас в этом году очень просили сдать. Нормативы там все достаточно реальные для подростков, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. А дополнительные баллы к ЕГЭ, я думаю, что никогда никому не помешают. Ну, потому что, да, это сейчас очень актуально, поступить в ВУЗы тяжело, но в итоге можно. ГТО плюс хороший, да, идет. Да. Отлично. Теперь давайте поговорим по поводу все-таки профессионального спорта. Вы все тренеры высшей категории, прошли долгий путь спортивный. И вот существует мнение, что профессиональный спорт губит, а физкультура развивает. Что все-таки, Богдан, вы думаете по этому поводу? Согласны с этим или все-таки нет? Тут все зависит от того, как подойти к этому. Если родители подходят грамотно к этому, и у них есть опыт своего выступления, может, они там какие-то уже достигли тренерских каких-то высот, да, то тогда, когда приходит ребенок, они могут спокойно объяснить родителям, что, ребята, если вы хотите профессионально спортом, чтобы ваш ребенок занимался, вам нужно очень серьезно посмотреть. Потому что профессиональный спорт – это не просто так. Это, можно сказать, перестройка жизни не только одного спортсмена, ребенка, это перестройка жизни всей семьи. А как именно меняется жизнь семьи? Ну, допустим, простой пример – художественная гимнастика. Спортсмену нужно ограничить в питании себя, потому что, ну, подготовка идет к соревнованиям, там, или сушка. Вот как? Это получается, что вся семья должна подстроиться под спортсмена. Вот и все. Хочет папа там покушать хорошо, но ребенок будет на него смотреть, будет себя неловко чувствовать, да, потому что все едят, а он нет. Вот это тяжело. И таких примеров, да. То есть, все равно должна идти поддержка от силы, прежде всего, чтобы испытать хорошего спортсмена. Да, все верно, потому что в семье, ну, только в семье куется победа. Потому что, если не будет поддержки, будет очень тяжело, очень, в разы. Поэтому профессиональный спорт, конечно, стоит много раз подумать, пересмотреть, а сможем ли мы все вместе помочь нашему дочке или сыну выйти на тот профессиональный рубеж, который мы хотим. Или в лигу попасть какую-то, или выполнить там определенный норматив, там, мастера спорта международного класса, или там. Вот это да. Наталья, а вы как считаете, вот на вашем примере были ли случаи, когда вот семья не могла вот подстроиться под ребенка спортивного, грубо говоря, и вот из-за этого ребенок вот свою карьеру останавливал? Вот такие грустные случаи были? Ну, наверное, были такие грустные случаи, но если мы говорим про профессиональный спорт, то, что ребенок может заниматься профессионально, это должны определить прежде всего специалисты. У меня был случай, когда девочку приглашали как бы в интернат, в Пензу, но за этим стояло то, что это фактически надо переехать всей семье, поменять место жительства, найти работу. Это многочасовые тренировки, выезды на сборы, на соревнования, и в связи с этим, конечно, приходилось нанимать каких-то репетиторов, помогать ребенку заниматься по программе, чтобы не отстать от школы, потому что спорт когда-то заканчивается, а жизнь продолжается. И, конечно, хочется, чтобы человек был успешен не только какую-то маленькую толику там своей жизни, да, чтобы он мог потом полноценно, ну, развиваться. То есть когда-то заслуги пройдут, придут уже новые, да, кумиры, имена, вот, этим ты долго жить не будешь. Поэтому, если это, конечно, оправдано, оправдано, и действительно ребенок готов к развитию, и семья готова, что самое главное, ему помогать, то, конечно, наверное, стоит это делать. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не забывайте задавать свои вопросы по номеру 4822-300-190. Итак, мы продолжаем тему спорта. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому не забывайте задавать вопросы по номеру 4822-300-190. Итак, давайте, следующий у меня очень интересный вопрос, актуален, мне кажется, для многих семей. Все-таки заниматься спортом, вот, профессионально, это дорогое занятие, или вот нет, как доступно в наше время, или нет. Как вы думаете, Богдан? Ну, я думаю, что да, довольно-таки дорогое, потому что профессиональный спорт, это прежде всего время. А время, как говорится, оно бесценно. Вот, и помимо того, что спортсмен тратит время свое, своей семьи, нужны необходимые, скажем так, мероприятия, которые будут помогать ему для достижения цели. Это тоже восстановление, там, медико-биологическое обследование, массаж, там, различные физиопроцедуры, потому что профессиональный спорт, это, скажем так, тяжело. Но, помимо того, что это много времени, это тяжело, это становится как профессия. И, как и любая профессия, на высочайшем уровне, она уже живет по другим законам. Человек живет по другим законам. Если взять, допустим, ну, тех же, там, архитекторов, дизайнеров, там, музыкантов, кинорежиссеров, они же вообще, ну, можно сказать, никому не принадлежат, кроме ни себе, ни этому. Также и спорт. Хорошо, у нас в эфире сейчас звонок, пришел вопрос. Итак, слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Хотел бы узнать, куда можно сходить с ребенком, позаниматься. Хотел бы узнать, какие площадки порекомендуете. Ну, и, конечно, хотелось бы узнать, где, на ваш взгляд, хорошие бесплатные площадки, которые есть. А площадки можно уточнить именно для какого-то конкретного вида спорта или, в принципе, общего физического развития? Просто для общего физического развития, для общего физического развития. Как вы думаете, Дмитрий, куда можно пойти позаниматься? Ну, у нас от спортивной школы стадион имени Ваджанова открыт, я не помню сейчас, какие дни. Бесплатно, да? Да, на нашем сайте, в нашей группе ВКонтакте можно найти часы, когда стадион открыт, где есть легкоатлетические дорожки, футбольное поле. Вот, то есть, вот для этих целей стадион открывают. Вот, также стадион Текстильщик, где установлены площадки для каких-то силовых упражнений. Это все открытые площадки есть? Есть ли какие-либо закрытые именно площадки бесплатные, где вот можно позаниматься желающим, любому? Закрытые? Да, закрытые именно. Все-таки сейчас зима, холодно. Ну, я так понимаю, у нас залы в основном под коммерческой основой сейчас, в основном. Я думаю, что в школе-то есть секции, бесплатные кружки, то есть, где действительно дети могут прийти. То есть, вот жалко не уточнили мальчик, девочка, да, вот допустим, я работаю еще в первой школе, веду там кружок художественной гимнастики. Вот у нас там это как бы бесплатно. То есть, учащиеся этой школы, допустим, пожалуйста, приходите, тренируйтесь, занимайтесь даже со специалистами. То есть, я знаю также учителя физкультуры, многие ведут дополнительные факультативы, вот, по своим видам спорта, по волейболу я знаю, там у них есть по бадминтону. То есть, то, что я могу сказать, вот то, что знаю. То есть, в принципе, сейчас спорт это полностью доступен, он также бесплатен, не нужно, вот если я захочу позаниматься, мне не нужно будет обязательно покупать абонемент в зал, а мне можно будет просто вот сходить и позаниматься. Ну, отчасти это все верно, потому что, опять же, в зависимости от того, какой вид спорта, какой вид деятельности, ну, человек, который звонил, хотел бы со своим ребенком позаниматься. Потому что прийти просто в зал для тяжелой атлетики, там, ну, скажем так, будет проблематично, потому что очень вероятность травмы высока, потому что много там и тренажеров, и штанг, и если человек не умеет, да, особенно ребенок, обладает маленьким количеством навыков, то, конечно, туда ему просто так бесплатно, ну, будет тяжело. Но, опять же, нужен инструктор или под надзором, вот, а если прийти, допустим, с ребенком поиграть в волейбол, то я думаю, что, как правильно Наталья Викторовна сказала, в школах есть и спокойно. Но сейчас, конечно, климатические условия не позволяют, а так я бы, честно говоря, рекомендовал заниматься просто на свежем воздухе, вот. На набережной прекрасный комплекс сейчас построили, он востребован, то есть вот мы ходили, гуляли, то есть замечательно. То есть в любое время года все равно выходить и заниматься. Но и, опять же, есть, конечно, огромный выбор всяких клубов, всяких уже платных услуг, которые вам готовы предоставить для людей любого возраста, вот, и детей, и людей, то есть там уже, вот, в зависимости от того, что вы хотите найти. Вот, кстати говоря, про клубы начали тему. Вот сейчас очень много открываются спортивных клубов, очень много, которые, как говорят, непрофессионально подходят к делу, грубо говоря. То есть там они и дорогие, и спорт они предоставляют не в том формате, в котором правильно, грубо говоря. Как вы думаете, Наталья, все-таки сейчас вот это развито или нет? Да, это очень развито, и в сентябре все-таки уже встал вопрос, что эти клубы должны пройти лицензию, потому что зачастую там просто работают люди, которые сами не являются педагогами, не имеют образования. То есть в спортшколе, допустим, у нас такого быть не может, что человек без образования, без санитарной книжки, да, без четкой программы, чем он занимается, да, придет и будет оказывать какую-то услугу за деньги. Там, опять же, мы заточены на какой-то результат. Клубы — это больше сейчас анимации, то есть вам готовы поработать кто угодно. Развлечения, да, Джоки Джой, ну вот у нас есть популярный клуб. То есть, но пытаются это сделать с элементами там гимнастики, футболы, это и, ну, просят как бы немалые деньги, хотя иной раз как бы уровень и качество, ну, как бы не соответствует. То есть там, возможно, в таких клубах даже какой-то вред для здоровья, правильно, для детей? Ну, вот я вот читала, что, допустим, как бы, это, конечно, мое личное мнение, что с двух лет пытаются уже заниматься с детьми. Если бы люди изучали психологию, физиологию, то, наверное, они понимали, что у двухлетнего ребенка основной взрослый — это родители, мама и папа. То есть в этом возрасте, конечно, ребенок должен с удовольствием играть в мяч с бабушкой и дедушкой, там, действительно, ходить на прогулки в парк, тот же беговил, но ни в коем случае, наверное, не стоит его загибать на какие-то мостики, шпагатики. То есть и внимание ребенок может удержать 10-15 минут, и, конечно, часовые тренировки с таким малышом, я думаю, пользы для здоровья точно не принесут ни для психологического, ни для физического. Но, опять же, я говорю, что это мое личное мнение, вот, ну, а все-таки я проработала 28 лет, вот, ну, как-то вот так. Дмитрий, вот, а как вы считаете, почему же все-таки вот родители бездумно так вот отдают детей вот в такие спортивные клубы, которые вот не прошли ни лицензию, ни там, не имеют справки? Ну, сейчас проблема в том, что, как сказать, да, там, в мое детство мы спокойно выходили во двор, и вся двигательная активность это была во дворе. Сейчас, ну, родители боятся, наверное, детей во двор выпускать, да, разные там нехорошие ситуации бывают. Вот, поэтому, наверное, да, вот, хотят именно вот, чтобы ребенок двигался, да, там, развивался, а коммерческие школы на этом играют, вот, то есть мы там набираем с пяти лет, вот, на коммерческую основу, вот, а там уже, да, есть такие примеры, что из двух с трех лет, вот, то есть... Возможно, даже считают, что если дорого, значит, это хорошо, наверное. Ну, такие тоже, наверное, бывают, я думаю. Вот, потому что все-таки сейчас и большое развитие соцсетей идет и так далее, за счет этого можно, ну, сыграть в этом, в этом... То есть кто как раскрутился, так и... Ну, да, то есть красиво, можно красиво все преподнести, то есть, ну, что и делают, как бы, в этом сейчас в наше время, за счет соцсетей, там, интернета и так далее. Ну, а вот как все-таки вот эту справить ситуацию? Нужно все-таки проходить лицензию прям четко, да, каждому спортивному клубу или как-то по-другому? Наталья, тут получается, смотрите, какой вопрос, что спортивная школа и спортивный клуб частный, там, или коммерческий, они живут по разным законам, и у них разная регламентация. В спортивную школу очень все четко, все прописано, туда-сюда, какие документы, что, какие статистики, такие отчеты мы сдаем, вот. А клуб, он, у него гораздо все легче, вот, и поэтому это ему дает преимущество перед школой, потому что для того, чтобы записаться в школу, в общую образовую, в спортивную, да, у ребенка, во-первых, по правилам нужно предоставить ряд документов, и один из них это справка о здоровье, вот, туда, ну, в спортивный клуб, я не знаю, там, чтобы справку какую-то о здоровье, там, требовали, ну, хотя я могу ошибаться, вот, поэтому вот эти вот все смягчения, которые, их нужно преодолевать, прежде всего, для людей, которые туда приходят, потому что придет ребенок в спортивный клуб, ну, сразу бумагу, да, точнее, родителю, да, или опекуну, что несу ответственность за все, что случится, беру на себя, вот. У нас же в спортивной школе это все возлагается на администрацию, на тренера, на хореографа, вот, поэтому я считаю так, чтобы все эти клубы рекоментированы были подтянуты под спортивные школы, потому что они оказывают услуги, которые населению приходится... Ну, вот Наталья уже говорила, что в сентябре уже поднимали вопрос, правильно я понимаю? Ну, да. А именно где поднимали, на каком уровне? То есть, вылежало бы, грубо говоря, или как-то вот это все... Нет, просто клубы, я поняла, обязали получать лицензии, предоставлять списки тренерского состава, которые будут... А как они отреагировали, вы не знаете? Ну, как отреагировали? Были клубы, которые предоставляли полностью там недостоверную информацию, то есть, причем информация была настолько смешная, что противоречила сама себе, то есть, девочка там, студентка первого курса, уже тренер-преподаватель, то есть, мы понимаем, что студентка первого курса, она не может быть тренером-преподавателем, так как вот так. То есть, пишут там, допустим, заслуженный мастер спорта. Заслуженный мастер спорта, это человек, который выиграл, как минимум, Олимпийские игры, хотя бы один раз. То есть, это вот выше вышнего. Конечно, я очень болею за свой вид спорта, за художественную гимнастику, желаю, чтобы мы развивались в этом направлении, но, к сожалению, пока вот ни одного заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике в Твери я у нас не знаю, а в клубах вот почти каждый заслуженный. Ну, а занимаются все, грубо говоря. Да, да, вот. Но, опять же, клубы, это неплохо, это хорошо, это доступно, это возможно, да. Родители говорят, мы живем там напротив, да, там, пришел с ребенком, но когда родители туда идут, они должны понимать, что какие риски у них возникают в связи с этим. И правильно сказали, вот, что хотят, конечно, выложить ребенка сразу в Инстаграм. Нам два года, а мы уже там с золотой медалью в соревновании без проигравших. Она у меня как бы звезда. Сейчас родители очень амбициозные, это, конечно, ну и неплохо с одной стороны, да. Но, с другой стороны, как бы, наверное, все-таки надо как-то так свою жизнь жить, чтобы вот... Ну, ответственность брать за ребенка, скорее всего. Да, да, наверное, так. Потому что все-таки спорт это очень серьезное дело, а так вот, если вот отдать, ну, пусть побегает, позанимается, а там будь как будет. Главное, что в Инстаграм выложили. Хорошо, интересно, конечно. А вот все-таки еще очень интересно, какие сейчас виды спорта наиболее вот актуальны? Что вот, грубо говоря, модно среди вот тех же самых там мамочек инстаграмных? Или это сейчас не актуально? Мне просто вот интересно. Ну, Наташа, вы понимаете, получается, какая ситуация? Прошел чемпионат мира по футболу в нашей стране. Сразу всплеск... Футболистов, да? Футболистов, да. Прошел чемпионат мира по хоккею. Сразу всех захотели в хоккей. Хорошо осветили на Олимпиаде художественную гимнастику. Все в художественную гимнастику. Вот. Поэтому вот это вот веяние, конечно, оно очень подвержено соцсетям. Что в Инстаграме, что в Таргете там всплывает. Все, это популярно, и туда идут люди и занимаются. Поэтому это, конечно, с одной стороны, хорошо, что люди идут в спорт, а с другой стороны, конечно, просто занимайтесь физической культурой. И все, не надо никуда идти там или это. Вы просто с ребенком, со своим выйдете и выбираете. То есть четко нужно понимать, что вы хотите от спорта. Для чего он, да. И получается, вот как в прошлом вопросе про спортивные клубы, когда человек приходит в спортивную школу, существует определенная программа, по которой он будет тренироваться. У определенного тренера, который за него будет отвечать. И по достижении, по реализации этой программы, будет к нему вопрос предъявляться. Что после полгода занятий мы можем спокойно с вами подойти к тренеру и сказать, так, вот у меня ребенок полгода прозанимался, чему он научился. Раз, раз, вот все. Вот. Плюс еще определенная ответственность накладывается и на этого ребенка, и на этого. Что не так. Вот я сегодня пришел, сегодня я не хочу. Ты пришел в спортивную школу, будь добр, заниматься по всем правилам, как есть. И все требования тренера безукоснительно соблюдать. Потому что тренер на тренировке, это, как говорится, первое лицо. Ну и еще важно, наверное, соизмерить то, что как бы ребенку дано и заложено. Хорошо бы, чтобы родители приходили и сначала, допустим, консультировались. Да, допустим, в каком виде вы видите моего ребенка. Бывают очень яркие дети, у которых там, допустим, очень хороший там толчок развит. Или наоборот, дети там гибкие от природы или координированные. То есть и тренер может подсказать, где наибольших успехов добьется ребенок. Как в виде спорта. Да, вообще классно, когда возможности ребенка совпадут с желаниями. Да, вот это здорово. Но зачастую бывает, что ребенок, допустим, ну там низенького роста, да, маленький. А ему очень безумно нравится баскетбол. Если там, допустим, ребенок ставит целью заниматься ради там команды, общего развития, это здорово. Такого ребенка, конечно, надо поддержать. Но если вы, как говорите, ребенок метят в профессионалы, что я хочу играть в профессиональный, да, там, в одной из лиг, там, куда-то там попасть. То есть, возможно, надо уже на этом этапе ребенку объяснять, что не всегда твои возможности будут совпадать с твоими вот, как бы... Еще бывает так, что вот родители, вот я хочу, чтобы мой сын был хоккеистом. А вот он не... Заставлять нельзя детей. Заставлять нельзя все-таки, да? Нет. Ну, уже практика сто раз показывает. Хотя вот есть все-таки мнение, вот очень... У многих, кстати, людей, к большому сожалению, есть мнение, что, ну, вот он начнет с детства, там, ему понравится, он полюбит это. Дмитрий, вот вы говорили по этому поводу. Вот что вы считаете, вот все-таки вот не стоит родителю свои хотелки? Ну, заставлять, да, свои амбиции не надо никогда на ребенка перекидывать. Потому что все равно у ребенка интерес, если ему, там, в 6-7 лет его отправить в какой-то определенный вид спорта, но он этого не хотел. Вот, все равно в 14-15 лет, когда уже более светлая голова будет уже у ребенка, это все скажется в дальнейшем по-любому. Вот, то есть тут должен быть, как сказать, баланс должен быть. То есть и желание родителя, и желание ребенка. Вот, потому что, ну, если против воли что-то делать, да, там, ребенка, может, там, ребенок арестовать хотел, а его там в тяжелую атлетику отдали, да, то есть это вообще несоизмеримые вещи. Вот, поэтому все равно нужно всегда придерживаться желания ребенка. Опять же, есть виды спорта, когда ребенок там приходит в 5 лет в этот вид спорта, да, но в 8 теряет интерес. Есть похожий вид спорта, то есть где может там пойти, то есть, к примеру, те же самые игровые виды спорта. Ну, да, там есть свои сложности в техническом именно плане, но все равно перестраиваются люди. То есть у меня яркий пример, ребенок с хоккея перешел в футбол, то есть в плане игровом, да, то есть он игровик, но по нему было сразу видно. Вот, технически он тоже все схватывал, то есть и сейчас спокойно занимается футболом, вот сейчас сколько ему, 15 лет. Вот, то есть нашел себя вот другой. Да, то есть есть какие-то виды спорта, которые, как сказать, ну, если можешь так сказать, рядом, да, стоят, где там безболезненно можно из него перейти из одного вида спорта в другой. Вот, соответственно, я понимаю, что из тяжелой атлетики в художественную гимнастику вряд ли когда кто-то перейдет. Ну, а вдруг кто-то. Вот, но есть виды спорта, которые безболезненно можно переходить. А как вот все-таки вот родителям понять вот в 4-5 лет, к какому ребенку подходит вид спорта? Как-то ходить на занятия разные? Вот, был приобретен программно-аппаратный комплекс, который позволяет протестировать ребенка там с каким-то количеством определенных позиций, там 50, что ли, 60 позиций. И он выдает результат, что есть предположенность к таким-то, к таким-то видам спорта, и к таким-то нет. Вот, и он буквально, ну, я думаю, со следующего года уже начнет тестирование свое проходить. То есть сейчас пока что его так вот нету, да? Да, 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 да. И можно спокойно каждому прийти и протестировать. Совершенно бесплатно, да, доступно? Да. А вот так вот пока что это будет еще через год, а вот сейчас? Не, не через год, это сейчас, но это только наблюдение, прежде всего, ну, плюс какое-то элементарное тестирование, если он там может подняться или там прыгнуть высоко или подпрыгнуть, то уже можно сказать, грамотный человек, вот Наталья Викторовна, она за 26 лет педстажа, я думаю, опытным взглядом или, допустим, другой человек в другом виде, вот Дмитрий, тренер, он может определить, что... С его человека. Да, или, допустим, приходит тренер в группу детского сада и смотрит просто, как дети себя ведут. Если один там вокруг себя организовывает какую-то игровую деятельность, то уже можно сказать, что этот человек, командный игрок и, возможно, даже капитан. Лидер. Да, лидер, капитан, которого можно уже предположительно готовить в игровые виды спорта, вот. Потому что, допустим, в той же там западной и восточной Германии в свое время как раз с детей начиналось вот это вот тестирование и отбор дальнейшего вида спорта. То есть все равно можно так определить по каким-то этапам? Да, можно, конечно. Ну, и метод проб и ошибок тоже не отменял как бы никто, потому что одно дело наблюдать с экрана, как там катаются красиво фигуристы, а когда тебе одевают коньки, сразу дискомфорт, холодно, там еще что-то. Да, абсолютно. Еще раз, потому что, в принципе, в Твери очень хорошо представлен спорт и конный у нас, и фигурное катание, и лыжи, и как бы возможности. То есть в городе есть, чтобы найти для своего ребенка свой вид спорта, где бы он был успешным. Или как вариант еще все-таки наблюдать, к чему вот сам подросток, потому что очень много детей, которые уже знают, чего они хотят и где бы им хотелось развиваться. Тут просто надо немножко тогда, наверное, родителям прислушаться к ребенку, что действительно для него важно, что полезно, ну и пускай у них все сложится. А вот бывали случаи, что вот ребенок не предрасположен физически к спорту, но он прям тянется, тянется. Вот у вас вот в истории бывали случаи, что вот он, ну, он кажется не подходит, но он добился все равно успеха. Ну, давайте, Наташа, давайте мы тогда с нами определим, что такое успех. Вот для меня успех в свое время был, что если я выиграл Олимпиаду, все, я успех. Все, что до этого, там, чемпионат России, звание, там, мастер международного класса, это все, это не успех. А для кого-то, вот я знал, да, вот он выполнил мастер спорта, все, для него это вообще праздник на, там, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Вот, если вот в таком критерии смотреть, да, то, конечно, есть такие случаи, когда ребенок достигал успеха, и все, даже не имея для этого каких-то прям выдающихся способностей. Просто его упорство, его труд, плюс поддержка родителей, тренера, там, окружение его, друзей. В общем, все составляющие дают. Теперь давайте поговорим на очень интересную тему, все-таки, как спорт, вот, и помогает ли вообще спорт школьникам, студентам, в принципе, вот, молодым и активным людям? Ну, вот, хотелось бы рассказать несколько примеров, когда, действительно, спорт, вот, это был последний год, вот, который после пандемии, как раз, действительно, что хотят подростки? Подростки хотят быть успешными, популярными, то есть, они хотят найти себя, вот, и иногда, занимаясь спортом, им это помогает себя раскрыть. Вот, у нас такой творческий вид спорта, художественная гимнастика, и одна из наших, вот, выпускниц, Анита Пальчикова, в этом году сумела поступить в Амхат на бюджет, то есть, действительно, когда ее увидели, сказали, что очень одаренный творческий ребенок, вот, и там у них было, там, надо рассказать, там, стихотворение, исполнить, там, танец, да, песню спеть. И, имея опыт выступлений, да, на всероссийских соревнованиях, умение держаться перед публикой, я считаю, что, как бы, это очень помогло, вот, и еще один пример, то есть, наши девочки участвуют там в конкурсах и Мисс Тверь, и Мисс Туризм, участвуют достаточно успешно, становятся победителями, вот, Аделина Сетержицкая была, показывают свою красоту, да. На самом деле, для подростков это немаловажно, умение себя подать, умение хорошо выглядеть, то есть, умение над собой работать, то есть, и, я считаю, что для них спорт это, для подростков, один из способов проявить себя. Всегда здорово, когда может девочка, там, пойти в волейбол поиграть, да, там, и в бассейне поплавать, и на велосипеде покататься, то есть, чем больше человек умеет в наше время, да, тем ему легче адаптироваться, где-то в какой-то завоевывать авторитет, проявлять себя, коммуникация, то есть, вот, универсальность человека, она сейчас в последнее время очень важна. Ну, актуально, чтобы личность, каждый был индивидуален, особенно подросткам, это очень интересно, да. Мы, кстати, вот говорили про вот модные виды спорта, и я вот вчера смотрела статистику, что сейчас уже, ну, держится уже долго лет футбол, что вот он не задает своих позиций. Как вы думаете, Дмитрий, вот почему вот не именно там плавание, художественная гимнастика, а именно футбол? Почему футбол? Хотя, ну, как бы, давайте откровенно, наша страна выступает не в лучшем виде в плане футбола. Ну, так вот, наверное, поэтому популярно, есть, к чему стремиться, еще ничего не добились. Не, ну, если на самом деле так посмотреть, ну, футбол — это очень зрелищный вид спорта, вот, проведение даже футбольных мероприятий, матчи, там, премьер-лиги, вот, если поехать, например, там, в Москву, в Краснодар, в Санкт-Петербург, это всегда шоу. То есть там человек даже, который футбол не смотрел, там, ни разу, там, может, один-два раза, все равно не приходит и чувствует себя в центре какого-то события грандиозного, потому что у нас, ну, появились стадионы, наконец-то, вот, ну, опять же, это благодаря, наверное, чемпионату мира. То есть инфраструктура развивается. Да, потому что, да, когда стадион уютный, красивый и так далее, на него хочется ходить, а когда ты приходишь там и, извиняюсь, там, в ветроду и не знаешь, куда деть себя, ну, естественно, ты не пойдешь на стадион лучше, ты сядешь у телевизора. Опять же, футбол — это очень доступный вид спорта, то есть сейчас очень много школ построено клеток, да, сейчас я смотрю, клетки уже не строят, а просто кладут поля сетками, ограждают обычными, вот. То есть доступность очень хорошая. Да, то есть по сути нужен только мяч, по сути, если да, там… Мяч и желание? Ну, да, вот ребята вышли со школы, то есть вот я вижу ребенка, когда встречаюсь со школы, то есть ребята выходят со школы и сразу же идут на поле, играют в футбол, вот. Вот, поэтому просто есть какие-то виды спорта, которые там, ну, там, придумывают, я хочу сейчас это сделать, но нет возможности это там через минуту, грубо говоря, осуществить, да, а футбол — это можно пойти через минуту там осуществить. А с какими лет вот можно заниматься именно профессиональным футболом? Не будем говорить любительски, а вот именно вот чтобы в спорт, спорт профессиональный пойти? Ну, профессионально, наверное, то есть, да, вот я этого придерживаюсь, мои коллеги этому придерживаются, что даже, ну, вот вопрос в чем состоит, к примеру, отъезд в топ-академии страны. Вот, конечно, оптимальный возраст — это 14-15 лет. Вот, сейчас в академии, конечно, все работают на опережение, вот, стараются как можно больше талантливых детей уже в маленьком возрасте, как бы забрать к себе, потому что вот у меня два футболиста в 11 лет их забрали. То есть, ну, я в то время понимал, что это рано, вот, потому что ребенок еще не готов к самостоятельной жизни. Вот, если у меня одного ребенка забрали в Академию Краснодар, то есть там за ним по пятам ходят, то есть там никуда, шаг влево, шаг вправо. Расслеп. Да, да, а есть академии, которые, ну, не такой контроль, не такое образование дают, то есть, ну, тут, как сказать, все зависит, кто куда попал. Аль, вот легкая атлетика со скольки лет? Ну, к атлетикам в основном с 10, 10-11, когда уже более-менее ребенок сформирован. А вот раньше уже не стоит, да, вот прям вот уходить? Да раньше-то можно заниматься, но почему обязательно делать какой-то акцент в какой-то определенный вид? Ну, занимайтесь всем, всем чем угодно. Бегайте, прыгайте, там, лазайте, там, плавайте, играйте. Тут нет такого какой-то ранней специализации, она не нужна, просто не нужна. Ну, если, конечно, уж какой-то более специфический вид, который требует раннего включения, потому что, опять же, во многих видах спорта спортивная карьера начинается рано и заканчивается рано. Вот, ну, таких много примеров. А какие-то виды спорта, они, наоборот, начинаются поздно и заканчиваются поздно. Вот легкая атлетика как раз и один из этих видов спорта, потому что есть примеры, когда люди, там, и в 45, и в 44 года показывали в легкой атлетике, ну, в частности, в метаниях, свои лучшие результаты, да, и выступали на международном уровне. Вот. Интересно. А вот, Наталья, а по поводу художественной гимнастики могу ли вот этот мой ребенок в 14 лет пойти в художественную гимнастику или уже поздно? Ну, я думаю, конечно, уже очень поздно. Вот очень поздно. То есть прям очень уже, да? Очень-очень это поздно. Вот. Ну, и опять же, как мы говорим, куда пойти? Наверное, в клуб, да. Наверное, как бы в какой-то кружок, там, в ДДМ. Ну, для общего развития. Для общего развития, как вариант. А почему бы нет? Нет. То есть художественная гимнастика – это прекрасное средство для формирования осанки, походки, да, умения владеть собой. Почему нет? Можно попробовать. А со скольки лет вот тогда, если профессионально заниматься? Ну, официально в спортшколу мы принимаем на бюджетное отделение с шести лет. То есть год подготовки до спортшколы и, опять же, как это год наблюдения самого ребенка и родителя, насколько эта деятельность интересна ребенку и насколько его, как бы, то, что он себе вообразил, будет совпадать с той действительностью, которую, как бы, ему придется на тренировке. Если все совпало, то, конечно, с удовольствием мы сейчас и сейчас принимаем детей и ждем, как бы, девочек, чтобы они к нам приходили. Вот. Приглашаем, я думаю, да, Богдан Витальевич. Мы всегда за то, чтобы у нас были активные родители, вот, и дети талантливые. Активные родители, которые поддерживают, да, своего ребенка? Которые поддерживают, да, которые также все, в принципе, идет из семьи. Если родитель сам активен, если родитель сам, как бы, заинтересован в развитии своего ребенка и видит, что ребенок может, там, показать результат, то всегда мы только поддержим. А часто, вот, ли бывали случаи, что полностью семья, вот, кардинально меняла свою жизнь, как мама, папа работают ради ребенка и его спорта? Ну, были такие случаи, да. Много случаев таких? Ну, на моей памяти, ну, несколько десятков, я думаю, можно найти, да, и причем из разных видов спорта, и из игровых, и из легкой атлетики, и так называемые традиции, да, семейные, они, как вот есть, клановость, да, Ну, и клановость, это так грубо сказано, когда, там, дед спортсмен, отец спортсмен и ребенок спортсмен, есть же такие, там, как и военные, врачи, вот, и в спортивной сфере так же бывает, что спорт, точнее, подбирают вид спорта с таким образом, чтобы он в дальнейшем помогал, вот, как мы возвращаемся к вопросу о помощи, да, Да, что хорошая физическая подготовка для девочек, там, это театральная, да, для мальчиков это тоже своего рода специфическая, там, и в армии будет легче, те же единоборства, та же подготовка, выносливости, вот, и в дальнейшем, при дальнейшем трудоустройстве в какие-то силовые структуры. А можно ли, вот, совмещать уже, вот, там, в 18-19 лет, допустим, учебу вообще в другой специальности, технической, допустим, специальности и профессиональный спорт, или все-таки уже нужно определяться, вот, либо ты там, либо ты там? Ну, тут все зависит от самого спортсмена, от самого ребенка, как, насколько у него хватает умений распределить свое время тренировки и учебу, потому что, я думаю, что даже с тренером мы поговорим, и спокойно тренер найдет время, что когда-то можно сделать там, ну, явно, что если будет там тренировка и экзамен, ну, явно, после экзамена можно спокойно пойти на тренировку, у меня были часто такие случаи. То есть, найти в этом компромисс? Конечно, да, да, найти компромисс, если, тем более, особенно идет подготовка, там, чемпионат первенства России, то, конечно, потому что Анатолия Викторовна так же сама сказала, что спорт закончится, а потом-то все равно надо жить. Ну, и развитие все равно нужно. И развитие, да, потому что очень, ну, сейчас много исследований прошло, когда спортивная деятельность помогает, точнее, улучшает формирование нейронных связей в мозгу, чтобы человек лучше думал. Вот и все. Потому что рассчитать, там, траекторию падения, движения, куда упадет мяч, там, куда побежит игрок, да, куда ему дать пас, там, или сделать какое-то, ну, даже элементарное понятие, там, угла, вылета угла, там, это все равно нужно. Поэтому, конечно, это все друг другу помогает. Угу, хорошо. Ну, вот, сегодня мы обсудили тему спорта. Я уверена, что вы узнали много чего интересного и нового. Не забывайте заниматься спортом. Спорт — это хорошо, спорт — это полезно. Сейчас он так же актуален, как и 10 лет назад. Спасибо большое гостям за интересную программу. Да, физической культурой и спортом. Да, все верно. Спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что смотрели нас. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok